Всем привет, друзья! Вы на канале SkytopGames и это очередной выпуск The Isle News Eurima. Собственно, новость. Короче, сегодня мы пробежим чисто по девлогу. Что-то свежего для вас пока, к сожалению, нет, а что хотел, рассказал недавно. Частичка есть, но я вставлю ее, наверное, в следующий новостной ролик. Прежде всего, огромное спасибо всем за финансовую поддержку канала. Спасибо, друзья! В девлоге, как по мне, чувствуется постоянство разработчиков. Отметим первое важное. Несколько из анимаций Моязавра завершены. Теперь он умеет плавать и пастись, как нам сказали. Основная задача аниматоров велась над спаррингом Трицератопса. Взгляните на это. Выглядит немного устрашающе. Трайк великолепно принимает боевую стойку. Мы можем видеть и спарринг в действии. Я так понимаю, спарринг в данном случае происходит с чем-то очень крупным. Другой, Трайк или Терекс, непонятно. Также сообщается о том, что в коде игры появилась какая-то очередная ошибка. Из-за чего застопорилась разработка и выпуск динозавров. Взглянем на его способности круши-бросай. Также, скорее всего, здесь показана одна альт-атака. Представляю давно мне знакомый проект по The Isle The World of Dinos. Вы долго искали сервер в Legacy, где не будете чувствовать себя утиснутыми правилами? Тогда этот выбор идеален для вас. Начните изучать удивительный мир динозавров, полностью погрузившись в атмосферу доисторических времен. Насладитесь приятной игрой полу-кос сервера и почувствуйте новые эмоции. Часто проводящиеся ивенты и вкусные плюшки, станьте первооткрывателями вперед навстречу приключениям. У сервера есть собственный сайт по покупкам динозавров и цены не кусаются. Также спешу сообщить, что сервер открыл свои ворота в мир для игроков Эврима. Ссылки все будут в описании. Заходите в Дискорд. Здесь будут интересные розыгрыши, даже очень вкусные, которые не проводил никогда ни один из известных мне серверов. Играйте и наслаждайтесь игрой. Админы всегда на связи. Итак, едем далее. Ведж, звукорежиссер, как обычно, рассказал о куче проделанной работе в изменениях звуков в игре, переделанных вокалов для динозавров и прочего. Окружение на Getaway. Людские постройки общего назначения и всем знакомый порт, который обрел совершенно новый вид. Здесь, конечно, я вообще не придерюсь. Куча деталей, различных мелких построек. Видна большая инфраструктура и, возможно, некоторые взаимодействия человеческой составной в будущем игры. Все это вроде, как должно будет располагаться, как я и горилл, а ранее на Востоке. И вот, что мне удалось узнать. У нас была такая гипотеза с ребятами на стриме. На острове будут расположены различные камеры видеонаблюдения. Пункт наблюдения будет в разных постройках, а через них, уже играя за людей, можно будет наблюдать за присутствием динозавров на разных локациях карт. Помните, как в трейлере про Аллозавра? Кстати, в Девлоге они упомянули ту камеру, которая была показана на трейлере. Она будет находиться в одной из частей острова. Просто как напоминание. Нам полернули Австро-Раптора. Этот маленький выглядит бесподобно. Новая анимация Птернадона. Пишите комментарии, с чем они будут связаны. Буду рад почитать. Ну, либо обсудим их в следующем ролике. Также у Омни-Раптора, скорее всего, появится некий отскок с жертвы в разные стороны. Они в одном направлении. Это будет значить, что вас больше не подведут к обрыву и не заставят спрыгнуть с него. К примеру, с уступа скалы. И еще разрабы сказали, что целый месяц трудились, не покладая рук над игрой. Бедные, даже в отпуск не пошли. Ну, лучше пусть работают. Никакого отпуска, Донди. Только пока Рекса и Трайк с Майкой сюда не затащатся. Собственно, наверное, на этом все. Палец вверх. Подписка на канал обязательно. Бац и колокольчик. Также не забывайте подписаться на наш телеграм, группу ВКонтакте и Яндекс Дзен. Что бы ни случилось с Ютубом, мы будем находиться там. Всем хорошего выживания!